Всем привет, это Юлия. Сегодня я вам хочу рассказать о своих покупках, которые сделала в начале декабря. Первая моя покупка это пудра от Giorgio Armani. Вот в такой коробке, рассыпчатая пудра. Называется Micro Fill Loose Puder. Выглядит она, собственно, вот таким образом. Вот такая черная упаковка. Вот здесь черными буквами написано Giorgio Armani. Такая элегантная в стиле Armani упаковочка. Ничего лишнего, никаких излишеств, никаких золотистых украшений. Вот все очень лаконично. Это моя первая покупка у Armani. Не считая, естественно, духов и туалетной воды. Давно хотела эту пудру. Но так как у меня есть несколько рассыпчатых пудр, поэтому все не решалось. Но все-таки к Новому году решила сделать себе подарок. Итак, пудра сама вот в такой коробочке. Плюс к ней прилагается такая пуховка. Мягкая, такая поролоновая, внутри поролоновая. Сверху бархатная такая пуховочка. И с ленточкой Giorgio Armani. Но пуховки у меня, в принципе, мало какие радуют. Потому что пуховками я редко пользуюсь. Пользуюсь в основном сейчас кистями. Кисти мне больше нравятся. Но иногда все-таки пользуюсь. Крышечка у этой пудру матовая. Сама пудра, собственно, высыпается через такие дырочки. У меня номер один. Вообще у этой пудры три номера. Три тона. Ноль. Называется Парселайн. Единица. Парселайн Роуз. И двойка Парселайн Беж. Ну, я посмотрела. Я думала сначала себе взять ноль. Так как у меня светлая кожа. Но все-таки посмотрела, она очень белая. Почти как мука. И взяла единичку. Двойка чуть темнее. Для более таких темнокожих, загорелых лиц. Если вам интересно, я сделаю отдельное ревью на эту пудру. Я пользовалась ее буквально два раза только. Поэтому еще не могу вам описать ее в достаточном количестве. Так как она действует, как она ведет себя. Но могу сказать, что мне очень понравилась. Очень шелковистая. Ее не видно на лице. Так как, например, мою новую тоже пудру осеннюю. От Герлиена Рассыпчатую. Вот в золотой такой упаковке. Ее, когда наносишь, ее видно. Эту пудру не видно. Она сливается с кожей. Абсолютно сливается. Мне очень понравилось. Вот первое ее впечатление. Очень хорошее. Вот такая. Скорее всего, наверное, сделаю все-таки ревью. Чуть попозже, через неделю, как попользуюсь ей. Более, больше, больше количества дней, так скажем. Итак, следующее. Это моя вторая покупка. Это тени рождественские от Бобби Браун. Тени у Бобби Браун я тоже никогда не покупала. И поэтому не знала, как, что, как они наносятся, как смотреть. Ну, все-таки взяла у меня, конечно, их упаковка красивая такая. И сами тени покорили. Вот так выглядят тени. Вот здесь эмблема Бобби Браун. Так, извиняюсь, верх ногами показываю. Вот такая. Очень мне нравится. Не знаю, напоминает мне почему-то черный рояль. Не знаю, вот такое у меня с ними впечатление. Вот так она открывается. Не знаю, мне нравится. Очень-очень нравится. Здесь, собственно, зеркало. Здесь сами тени. Кисть. Вот сами тени. Этот цвет такой молочный-сливочный матовый. Следующий, основной цвет золотистый. Далее это подводка. Вот такая. И цвет для складки, так скажем. Вот такой коричневый. Вот они все вместе. Очень мне понравились. Я себе их висела на Новогодский. Скорее всего буду с ними на Новогод. Скорее всего сделаю с ними макияж и покажу вам. Сами тени, насколько я знаю, у Боби Браун, вот именно, начиная, по-моему, с рождественской коллекции, или, может, чуть раньше, не помню точно, в них добавлен какой-то новый ингредиент. И они стали такие более пластичные. Они очень мягкие, очень. И вот когда их так, как бы, пальчиком трогаешь, пробуешь, они такие вот, как бы, не пластилиновые, вот, очень такие мягкие и жирненькие такие. Но мне такие тени нравятся тем, что они не сухие, что их не надо накладывать 10 раз, что их не нужно, что они быстро, хорошо растушевываются. Если честно, на глазах я еще их не пробовала, потому что их буквально вот вчера, вчера получила. И еще не успела сделать макияж с ними, но обязательно сделаю, покажу. Вот этот кружок, так скажем, он возвышается над всеми остальными. Он такой, не знаю почему, еще не изучила, почему он такой возвышающийся. Вот он, как бы, такой, эти все ровненькие, а этот прям такой горкой. И с обратной стороны написано вот прям все цвета, под каждым цветом все названия цветов. Самый светлый это Bone, потом золотой Anti-Gold, Metallic E-Shadow, то есть металлический оттенок. Далее Cover, это такой темный, как подводка. И Brandy, вот Brandy, Long Wear Year Paint. Это тот, который, вот, коричневый, вот этот коричневый. Так. И кисточка, собственно, с этой стороны. Такая натуральная кисть. Так, вот здесь написано Bobby Brown. А здесь для подводки, скорее всего, она синтетическая. Так, итак, это тени Bobby Brown, еще раз вам покажу. Вот такие оттенки, очень красивые, насыщенные, новогодние, так скажем. Итак, следующая моя покупка, это были два Рефела от MAC. Продолжаю собирать свою палетку. На 15 цветов уже, в принципе, собрала. Это последние тени. Ну, буду продолжить лить дальше. Как же без этого? Так, это флюф, такой оттенок. Вот такой. Красивый. Молочно-сливочный. С бежим. Очень хорошо в качестве хайлайтера использовать. Вот он. И в уголок глаза. Красивый такой, немножко сиреневинкой отдает. Такой розовинка-сиреневинка. И еще один тоже светлый оттенок. Дазер лайт. Дазер лайт. Такой. Вот такой. А он уже больше бежевый и меньше блестит. Сейчас, секунду. Вот он. Вот на этом пальце. Тоже под бровь, в качестве хайлайтера. В уголок глаза. Можно, в принципе, и как самостоятельные тени на веко, на все веко использовать. Ну, как кому нравится. Итак, в Мак я еще придала две кисти. Вот такая 150-я кисть. Вот такая большая, объемная для рассыпчатой пудры, для обычной пудры. Очень мне нравится. Я еще ее, в принципе, не помыла. Она чуть-чуть распушится. Будет чуть-чуть такая более округленькая. Вот такая кисточка. У меня есть еще, вот сейчас я вам покажу, 129-я. Если кому интересно, когда иногда выбирают кисти, сложно, например, сориентироваться, какая по размеру мне больше подойдет, например. Вот 129-я, она чуть поменьше. Вот такая крупненькая. А 150-я она больше. Вот видите, можете увидеть размер. И она немножко вытянутая. Очень люблю большие кисти, поэтому 129-я мне для пудры иногда бывает маловато. Для рассыпчатой точно маленькая. Это отлично, 150. И еще я купила, долго хотела эту кисть. Вот такая 109-я кисть для контура. У меня, в принципе, много кистей для контура, поэтому я сомневалась, нужна мне эта будет кисть или нет. Но не прогадала. И буквально влюбилась в эту кисть. Отличная кисть. Не знаю даже, что я без нее делала и как буду дальше жить, если у меня ее не будет. Она очень упругая, очень плотно, хорошо собрана. И вот размер как раз такой, который нужен для контура и для хайлайтера. Вот она идеально подходит. И она, даже если вы чуть-чуть больше нанесли, чем нужно, она хорошо быстро растушует, потому что она плотненькая, плотно собранная. Очень мне эта кисточка нравится. Я вот долго все-таки сомневалась. У меня есть и 188-я для контура. Но она все-таки другая. Она дофибра и она менее... Как-то вот она мне не нравится. Это как это все-таки для контура. Это больше всего мне понравилось. И еще приобрела я два карандаша от Pupa. Никогда карандашами Pupa почему-то не пользовалась. Вообще предпочитаю все-таки, наверное, пользоваться люксом в большей своей степени. Но иногда, естественно, покупаю и масс-матерские продукты, потому что некоторые продукты не уступают люксу. В частности, как я поняла, это карандаши Pupa. Еще планирую купить себе карандаши, потому что они отличные, классные, суперские карандаши. Рисуют замечательно, держатся замечательно, не плывут. И некоторые есть, которые каял, их очень хорошо рисовать на внутренней складке, на внутренней водяной линии. Потом вот здесь также внутри глаза. И они здесь достаточно хорошо держатся. Так что обратите внимание, можете потестить их в магазине и, может быть, вам понравится. Вот такой черный карандаш. Это серия Multiplay. Это номер 09. Вот так он выглядит. И он отлично подходит для смоки. Для смоки макияжа. Так как он рисует очень жирненько. И им можно как-то заполнять все верхнее веко в качестве подложки. Есть еще, вот я хотела еще один карандаш. Купить черный для, именно верхней, просто для подводки. Он более тонкий, но он очень интенсивный. Рисуют черные, отличные стрелочки. Вообще замечательно. Это я взяла для смоки. И чтобы отлично он растушевывался. Отлично растушевывается. И он с этой стороны идет именно с растушевкой. Здесь такой ластик. Вот так он. Так растушевывается. Ну, в принципе, достаточно удобно растушевывается. Я, в принципе, люблю кистью. Но этим ластиком я пробовала. Мне понравился. Итак, это серия Multiplay. Черный карандаш. И еще я взяла белый карандаш. Это белый каял. Вот такой. Для того, чтобы рисовать внутри глаза. То есть, вот на этой линии. Для, например, вечерних макияжей. Да и для дневных. Чтобы открыть глаз. Если, например, вы используете какие-то темные тени в макияже. То, чтобы взгляд не был тяжелым. Тяжелым. То можно прорисовывать вот эту линию белым карандашом. Или каким-то телесным. Или каким-то цветом шампанского. Ну, в зависимости, какой вам нравится. Мне вот понравился вот этот пуповский карандаш. Такой толстенький он. Вот я ему уже пользовалась. Вот здесь такой срез. Специально, чтобы проводить по этой линии. В принципе, очень хороший. Не растекается. Не скатывается вот сюда. Внутрь глаза. Отличный такой карандашик. Итак, это были все мои покупки в начале декабря. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, пишите комментарии. Отзывы. Подписывайтесь. Пока-пока.